МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телеканал «Видное ТВ» начинает свою работу в прямом эфире. Сегодня у нас в студии Ольга Васильевна Алешкина, начальник управления образования Ленинского района. Здравствуйте! Добрый вечер! В конце января губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к жителям Подмосковья. Он отдельно остановился на темах, касающихся именно образования в регионе. И я сегодня в нашем эфире предлагаю рассмотреть несколько тем, которые он затронул. Но начнем с наиболее актуального. Об этом говорил и президент Российской Федерации. И это ликвидация второй смены. Понятно, что поставленную задачу можно решать только если будут строиться новые образовательные учреждения. Но в нашем Ленинском районе что в прошлом году, что в этом, достаточно большими темпами сдаются такие объекты. И я предлагаю нашим телезрителям посмотреть сюжет со строительной площадки новой школы, видновской школы номер 11. Соседние дома пустыми окнами взирают на нового собрата, так не похожего на них. Стройка здесь везде, и большинство многоэтажек не заселено, а и ныне так и просто в проекте. Но школьникам, которые вместе с родителями переедут сюда совсем скоро, уже готовится место для занятий. На подходе к школе ничто не указывает на то, что сюда скоро придут первые ученики. Стены уже покрашены в нужный цвет, но вокруг куча земли и песка, остатки строительной техники. Чтобы оценить, на каком этапе находится строительство, необходимо пройти внутрь. Что мы с вами и сделаем. Сотрудники муниципального управления образования в сопровождении представителей подрядчика провели инспекцию на соответствие срокам проведения работ. Надо отметить, что возведение школы идет в тесном контакте с управлением образования, и подобные встречи проводятся регулярно. Спасибо застройщикам, что они с нами советуют, что идут нам на встречу, и все необходимое было учтено, и школа укомплектована в соответствии с нормами САНПИН и с последним приказом Министерства образования. Новая школа имеет площадь более 14 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 825 учащихся. В большинстве помещений ведутся отделочные работы, а в пищеблоке, например, уже даже установлено оборудование. Укомплектовано все полностью. Идет пусконаладочная работа, распаковка. Дальше идет контроль всех систем на постоянном питании. Проверяем всю технику, сдаем по актам. И, пожалуйста, заходите, кушайте, питайтесь. Оснащение школы будет соответствовать самым современным стандартам образования. О подходе можно судить по актовому залу. Сейчас здесь также ведутся отделочные работы, но в ближайшее время начнется оснащение оборудованием, которое не может не впечатлять. Актовый зал будет иметь экран, будет иметь проектор, будет иметь театральные кресла отдельно стоящие, будет полностью освещение, все спроецировано на сцену, будет качественный звук, будут кулисы, ламбрикены, и будет проекция на экран. В спортивном зале пока еще тоже пусто. Можно видеть только конструкции, на которых будут висеть баскетбольные щиты. Но оценить масштаб этого в будущем многофункционального помещения можно уже сейчас. В основном спортзале он 30 на 18, это основные размеры. В соответствии, кстати, с правилами баскетбола, имеют в спортзале баскетбольные кольца полностью, имеют волейбольность для игры в волейбол, разметка, флорбол, это футбольные ворота, по стенам гимнастические стенки, скамейки, будет непосредственно табло, чтобы судья мог вести игровые виды спорта, и отображать это на табло. О том, что и отдел образования, и застройщики уверены в скорой сдаче школы, говорит тот факт, что уже сейчас началась работа по формированию преподавательского состава. Ведется набор педагогов, все педагоги обращаются в управление образованием, у нас есть резерв педагогов, да, который в данный момент еще работает, но с 1 сентября готовы приступить к работе в данной школе. По проекту в образовательном учреждении будет действовать 37 классов, каждый из которых рассчитан на занятия 25-27 человек. Все аудитории укомплектованы мультимедиа-интерактивным оборудованием, ультра-соверменным оборудованием. Компьютерные классы и компьютеры, которые предусмотрены на аудиториях, будут укомплектованы современным программным обеспечением. Но самым главным украшением многих кабинетов станет вид из окна. Окна здесь выходят на речку Купеленка, деревни и леса. Ведутся работы и на улице, за мной, как мы видим, возводится летний стадион. Скоро эти остатки строительной техники, камни, заборы уберут, и вид станет совершенно потрясающий. Правда, чтобы увидеть это сейчас, требуется недюжие воображение. Максим Козлов, Алексей Руднев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Ну вот у меня хорошее воображение. Я себе представила какую-то великолепную школу и даже позавидовала, что в нашем детстве не было таких школ. Это такая маленькая ремарка. Я хотела бы спросить, а у нас же не только идет строительство новых, но также есть реконструкция старых зданий школ. Вот какие появятся в 2017 году, ну уже, наверное, учебный год 2017-2018, какие здания школ откроются для учеников? Ну, кроме вот увиденной нами школы на 825 мест, школы номер 11, которую будем открывать 1 сентября, я там бываю, и мне уже как бы не требуется богатое воображение, чтобы представить, что это будет уникальная, очень красивая школа. Такой у нас не было. Даже те школы, которые мы открыли 1 сентября 2016 года, и в Зеленых аллеях, и Бутово-парк 2Б, 10-я школа, они все своеобразные, интересные в архитектурном своем решении, и тоже как бы заставляют биться учительское сердце. Вот, но эта школа будет очень интересной. Если говорить о реконструкциях, то сейчас ведется реконструкция Винновского художественно-технического лицея. Она состоит в строительстве блока начальных классов на 300 мест и реконструкция Винновской школы номер 2, старого здания. Там также ведется строительство пристройки, где будет размещаться спортивный зал, учебные мастерские. И все знают хорошо, что Винновская школа номер 2 1 сентября переехала в микрорайон Зеленые аллеи, а по завершении уже реконструкции по старому адресу вот в этом здании будет блок начальной школы, Винновской школы номер 2, где будут обучаться дети младшего школьного возраста. Вот старые наши... Все начало будет отдельно. Да, старые наши городской части. А для жителей микрорайона Зеленые аллеи начальная школа будет приближена к их месту проживания и классы начальной школы, предвосхищая как бы волнение и вопросы жителей нового микрорайона, останутся там у них в новом здании. То есть у нас получится у второй школы две... Две началки. Да, две началки, скажем так. Ну а давайте вернемся к ликвидации второй смены, к этой теме, о которой я сначала стала говорить. Губернатор рассчитывает, что эта программа будет реализована уже к 2020 году. Насколько реальна эта цифра для Ленинского района? И есть ли у нас школы, которые уже полностью сейчас учатся только в первую смену? Ну если говорить о реальности этих задач, то они Ленинскому муниципальному району вполне по силам и они реальны. Это показал прошлый год, 16-й, когда мы просто совершили прорыв в этой части. У нас четыре школы в прошлом году ушли из двухсменного режима в односменный режим работы. Это благодаря вот тем трем школам-новостройкам, которые были открыты. Сейчас у нас 80% школ занимаются в одну смену. И вот те наши мероприятия, которые мы проводим в соответствии с дорожной картой по ликвидации второй смены в 2017 году, то, что я уже упомянула, и пристройка к лицею, и строительство школы на 600 мест в поселке Володарского, где у нас действующая школа сейчас работает в две смены. И позволяют нам увеличить количество школ, которые будут работать у нас в односменном режиме уже в 2017 году. Что касается как бы сроков реализации этой программы на территории Ленинского муниципального района, то мы рассчитываем, что мы закончим эту программу в более ранние сроки, в 2018-2019 учебном году. Это с учетом тех объектов строительства, которые либо начнутся, либо уже ведутся. Но я хочу подчеркнуть еще ту мысль, что это такая задача двусоставная. Недостаточно только ликвидировать вторую смену. Есть и вторая задача удержания школ в работе в односменном режиме. Что актуально для нашего района, где ведется такая бурная и активная застройка, куда пребывают постоянно жители, мы с беспокойством наблюдаем, как у нас прирастают в количественном отношении школы, которые мы открыли 1 сентября, и 10-я школа, и Бутовская школа номер 2. И мы понимаем, что наша задача будет более сложная. Мы должны также думать и планировать, как мы будем удерживать работу тех школ, которые перейдут или уже перешли на работу в одну смену, удерживать их в этом режиме и дальше. Опять же, рецепт один. Растет микрорайон, появляется, значит, еще одна школа. Да, совершенно верно. И очень важно здесь синхронизировать сроки сдачи жилья и строительства новых объектов образования. Постоянно глава говорит. Сначала думаем о социальной инфраструктуре, а потом уже о сдаче метров именно жилищных. Но я опять вернусь к программному обращению губернатора. И напомню, что еще 4 года назад как раз в Подмосковье была самая длинная очередь в детские сады. Тогда об этом заговорили. На проблему не просто посмотрели, за проблему взялись, стали ее решать. Можно сказать, что в Ленинском районе сейчас этот вопрос остро не стоит, но тем не менее он актуален до сих пор. Давайте подведем итоги. Как за 4 года менялось в Ленинском районе именно в отношении цифр. Какая была очередь, какая была потребность и насколько мы ее удовлетворили? Если я скажу цифры по очереди, то они мало кого вдохновят и убедят, что у нас в Ленинском районе как-то сдвинулась эта ситуация. Потому что на очереди, если мы говорим за 4 года, 4 года назад, в 2013 году, было 1800 учтено детей, которые желали попасть в детский сад. Ольга Васильевна, я могу вспомнить, что раньше детский сад получали к 6 годам. Ну да. Вот это вот о чем-то говорит. Сейчас почти 6000 учтены в единой информационной системе дети. Это от нуля до, соответственно, 7 лет. Но я хочу другие цифры привести. В 2013 году было распределено 1300 путевок. А вот в прошедшем 2016 году 3700. Вот, наверное, цифры, которые иллюстрируют эту ситуацию, ее изменения. Но для Ленинского района все равно для отдельных поселений остается актуальной эта проблема. И для некоторых семей, наверное, она остро стоит. Потому что комплектование мы заканчиваем к октябрю месяцу. А в течение следующего комплектования начинаем, соответственно, к следующему учебному году, с мая-июня месяца. Комплектуем к первому сентября. А детишкам исполняется там и в марте, и в апреле, вот в этот промежуток, три года. И родители как бы нацелены привести ребенка в детский сад. Но я хочу сказать, что вот если говорить о цифрах, то вот за эти четыре года было построено 10 новых детских садов. Открыто три дошкольных отделения при школах. Два детских сада отреконструированы с увеличением количества мест. Поэтому эти все мероприятия, они, конечно, позволили сделать рывок. Но учитывая эту актуальность, естественно, мы эти мероприятия и по строительству, и по реконструкции продолжаем. И вот здесь та ваша фраза подойдет не только реализовать программу, но и постоянно удерживать. Да, она и здесь актуальна, как никогда. У нас я хотела задать этот вопрос сама, но есть и вопрос о телезрителе. Вопрос зачисления ребенка в дошкольные учреждения. Ребенку на днях исполняется три года. Мы многодетная семья. Стоим в очереди. И тут же спрашивают наши телезрительницы, а будут ли в городе еще группы с двух лет? Ведь это на самом деле вопрос, который постоянно возникает. Родители часто обращаются с ним. Для кого не секрет, что полтора года только декретный оплачиваемый отпуск, а дальше уже женщина продолжает сидеть с ребенком за свой счет. И, естественно, хотят иметь возможность отдать ребенка в ясли, как раньше называлось. Но сейчас... Да, сейчас такого понятия, как ясли, нет. Сейчас вообще, кто следит за изменениями в сфере образования, знают, что дошкольное образование теперь является первой начальной ступенью общего образования. У нас также внедряются и реализуются образовательные программы федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Поэтому как бы у нас не только присмотр и уход, у нас еще и получение образования, да, вот такого дошкольного. Что касается задачи обеспечения мест детей более раннего возраста, нежели три года, это действительно, наверное, сейчас следующая задача в сфере дошкольного образования, которую мы должны будем решать, реализовывать. И хочу сразу сказать, что на территории отдельных поселений это уже реальность. Вот с открытием к первому сентября будет в поселке Володарского открыт детский сад на 230 мест. И таким образом мы понимаем, анализируя сегодняшнее состояние дел и количество детей, учтенных в очереди. Там мы просто с полутора лет возьмем всех желающих. И такого понятия, как очередь, актуального спроса, она просто там пропадет в этом поселении. Также и в поселении Горки Ленинские с окончанием строительства детского сада на 80 мест тоже эта проблема уйдет. Вот буквально вчера на отчете главы администрации Булатниковского поселения Олег Владимирович Хромов впервые публично заявил о том, что частный детский сад возрождения в микрорайоне Бутово-парк, который принадлежит группе компаний ПИК, и руководство этой организации вышли с предложениями и намерениями передать этот детский сад в собственность Ленинского муниципального района. И таким образом и в этом микрорайоне тоже возможно будет рассматривать и эти вопросы. Гораздо сложнее эта ситуация у нас, конечно, складывается на территории городского поселения Видное. У нас сейчас только две группы для детей более раннего дошкольного возраста. И несмотря, наверное, даже на те усилия, которые мы предпринимаем в 2017 году, у нас сейчас в 2017 году будут открываться два детских сада после реконструкции два детских сада новостройки. Будут все-таки решаться в первую очередь задачи предоставления места для детей с трех лет. Когда мы решим полностью снимем этот актуальный спрос, тогда мы будем, конечно, подходить и к следующей ступени принятия детей с более раннего возраста. Я продолжу вопросы от телезрителей, касающихся именно дошкольных учреждений. Почему нет возможности изменять желаемый садик? И возможно, это сделать только через дошкольный отдел, который принимает в понедельник и в среду в определенные часы, что очень неудобно. И тут же еще один вопрос. Почему нет движения контингента в середине учебного года, как, например, в Москве? Неужели не освобождаются места? Места действительно, если освобождаются, то очень редко, потому что это то социальное благо, получив которое, да, родители, даже если они по каким-то причинам не всегда приводят ребенка в детский сад, место за собой стараются сохранить. Да, стараются сохранить. И вот таких механизмов отчисления их как бы трудно применять, да, потому что это возможно сделать по действующему законодательству только по личному заявлению в законах представителей ребенка, его родителей. Вот что касается вопроса изменения приоритетов, то это действительно делается лично в присутствии родителей, чтобы не было потом никаких недопониманий, что без них что-то там совершили и в системе, вошли по заявлению также родителей, но в исключительных случаях мы это делаем как бы в дистанционном режиме по телефонному звонку. То есть сотрудники это могут делать, и это возможно. Возможно, да. Возможно, приехать можно решить. Конечно. Ну, а я предлагаю опять вернуться к школам. И февраль, уже многие наши жители знают, что сейчас первоклассников устраивает школы, начиная с 1 февраля, и все это делается очень просто. Существует уже два года электронная запись, и все знают, что она начинает с 1 февраля, но, мне кажется, мало кто знает, когда она заканчивается, потому что ажиотажный в основном день вот этот первый. Давайте об этом поподробнее. Да, давайте об этом поподробнее, потому что сейчас как раз именно самая такая горячая пора, что касается записи первый класс. Вы действительно правы, мы второй год ведем эту запись в электронном виде. В прошлом году это работало в таком тестовом, в пилотном режиме. Всего лишь 7 территорий Московской области были в этом пилотном проекте. Мы тогда сразу же согласились на это предложение Министерства образования Московской области, потому что понимали, что настанет время, когда все пойдут в штатном режиме. И мы уже в прошлом году отработали эту систему. Были действительно там и технические проблемы в прошлом году. В этом году все идет уже в штатном режиме. Если говорить о том, хорошо это плохо, бесспорно, это для родителей очень удобно. Есть возможность в любое время суток, не выходя и не покидая своего жилища, зарегистрировать заявление в первый класс. На электронную почту родителям всегда приходит уведомление, в каком статусе находится рассмотрение заявления. Принято оно там к рассмотрению либо отклонено. И здесь я хочу просто просить родителей очень внимательно читать регламент по зачислению детей, по приему заявлений в первый класс в электронном виде на портале госуслуг, потому что есть определенный регламент, который предусматривает в течение трех рабочих дней подачу заявлений оригиналов документов в школу. После подачи в электронном виде заявления в течение трех дней при условии получения уведомления, что заявление принято к рассмотрению, предоставляются документы, а потом в течение семи рабочих дней происходит зачисление. Подождите, а если человек по каким-то не знал или там забыл, были обстоятельства, не принес оригинал документов, он с очереди уже как бы снимается? Ему надо заново, да? Это не очередь, понимаете, это уже не очередь, но здесь все как бы поправимо, все вопросы технически тоже решаются. Я просто хочу, чтобы предвосхитить вот эти ажиотажные вот эти моменты, сказать о том, что до 30 июня ведется прием заявлений по закрепленной территории, потому что возникают вопросы, особенно у жителей новых микрорайонов, которые не успели еще зарегистрироваться, да, по месту нового жительства, оформить непостоянно, невременно регистрации, то с 1 июля начинается запись на свободные места, то есть уже по незакрепленной территории, а если говорить о сроках, когда она заканчивается, да, то запись не позднее 5 сентября, то есть эти сроки, которые определены действующим регламентом. Не надо бояться, если вы в феврале не записали в школу своего первоклассника. Мало того, хочу сказать, что, естественно, примем всех, если требуется, будем открывать дополнительные классы, то есть не надо бояться, что кто-то не успеет. Вопросы у нас от телезрителей, и вот вопрос про строящуюся школу в совхозе. На территории совхоза имени Ленина построили школу Рачевского, и пока еще не открыли. Скажите, кто в ней будет учиться, частная она будет или нет, и будут ли брать в нее детей из совхоза? Ну, честно говоря, доподлинно неизвестно имени кого будет эта школа, Рачевского или кого другого. Собственник не демонстрирует желание передавать муниципальную собственность. Что касается жителей совхоза, имени Ленина, то в соответствии с постановлением администрации Ленинского муниципального района, этот микрорайон весь закреплен за действующей школой совхоза имени Ленина. Поэтому мы как бы нацелены на то, что дети приходят к нам, мы их принимаем, зачисляем и обучаем. А какова судьба этого здания, ну, как бы, доподлинно мне, например, неизвестна. Когда сдадут новые корпуса, школа 2, и вот мы еще не говорили об этом 4, а у 4 школы тоже какая-то пристройка? Там есть пристройка, она выполнялась у нас в плане реконструкции здания, в ней размещается спортивный зал, эта пристройка введена в эксплуатацию, работает, все там используется. А по поводу старого здания школа номер 2? Мы уже обсудили, да, что после строительства пристройки со спортивным залом там будет размещаться начальная школа. Хочу ненадолго наших телезрителей привлечь к сюжету, который подготовила наша съемочная группа, а дальше продолжим разговор. Сегодня в городе Видное началось состязание межмуниципального этапа. Наш район представляет команда Вид. Данная олимпиада проводится в 4 тура. Даже, наверное, сначала школьный этап, затем на уровне района соревнования между школами. И пока в 9, 10, 11 классы лучшие ребята, которые показали результаты, они и включаются в команду. Лучших из лучших собрали со всех школ Ленинского района. Анна Бочарова ученица школы номер 2. В дальнейшем она хочет связать свою жизнь с юриспруденцией, так как она тесно связана со знанием и применением избирательного права. Поэтому сегодняшнему дню предшествовала серьезная подготовка. Три недели очень старались, почти каждый день репетировали. Для нас это большая ответственность выступать за наш район. Оценивать участников Олимпиады будут по двум критериям. Сначала проверка индивидуальных знаний в области избирательного законодательства, а потом командный дух, обаяние и артистизм будущих членов избиркома. Ведь для того, чтобы грамотно провести выборы, нужно сначала привлечь на них избирателя. Это требование современного времени. Ребенок должен быть разносторонне развит, он должен уметь применить свои знания, применить свои возможности. Конкуренцию команде нашего района составят ребята из Домодедовского, Протвенского, Подольского, Пущинского и Серпуховского округов. Победители отправятся на Олимпиаду Московской области. Илья Кремнев, Алексей Рудник, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Ну вот в этом репортаже мы хотели акцентировать не на избирательном праве, конечно, внимания наших телезрителей, а на то, что наши дети участвуют в Олимпиадах, и сейчас уже середина года, и мы можем говорить о том, что где-то они отличились. Есть у нас чем похвастаться? Хвастаться есть чем. Я хочу сказать, что и вот на этой Олимпиаде по избирательному праву как раз Анна Бочарова, ученица Видновской школы номер два, стала призером как раз в индивидуальном состязании. И мы желаем, чтобы ее мечта изучить юриспруденцию и потом профессионально действовать в этом направлении у нее сбылась. Действительно, еще региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников не закончился, но у нас уже восемь призеров по таким предметам. В каких науках мы сильны? Мы сильны в литературе и в истории. Это традиционно наши, так сказать, сильные стороны. Радует то, что география участников призеров расширяется. Мы традиционно привыкли, что блистают у нас в этих состязаниях учащиеся в Видновской гимназии по понятным причинам, потому что это все-таки учреждение повышенного статуса. Но в этом году мы отмечаем и ребят из Видновской школы номер 4, и 10-я школа, новостройка, и 5-я школа, 7-я школа. Дети из этих школ показали такие хорошие результаты. А я вернусь к программному обращению губернатора и процитирую. По качеству образования мы сохраняем ведущие позиции в стране. На 25% выросло число стобальников. ЕГЭ по русскому, история, иностранным языкам. Это объективный показатель нашего выпускника в числе лучших в стране. Ольга Васильевна, я знаю, что стобальники есть и у Ленинского района. Действительно, у нас, кстати, количество стобальников какое-то стабильное. Пять человек в прошлом году. Мы, конечно, надеемся на высокие результаты, если касается говорить о стобальников и в этом году, потому что сейчас я говорила о результатах Олимпиады. Хочу сказать о том, что среди этих восьми человек есть и учащиеся одиннадцатого класса. то есть это те ребята, которые потенциальные вот этим предметом могут продемонстрировать и показать высокие баллы. У нас, кстати, повышается количество детей, выпускников, которые сдают на высокий балл от 90 до 100 баллов. Это тоже хороший результат. В прошлом году их было 56 человек. Конечно, я повторяю, что если говорить о 100-бальниках и вот о результатах выше 90, наш конек, скажем, это русский язык, это литература. В этом году, если на Олимпиаде говорить истории, то надеемся, что и может быть и по истории будут и на ЕГЭ высокие результаты. И, конечно, мы ждем, как от наших олимпийцев, скажем так, еще не было Олимпиады по немецкому языку, где у нас традиционно тоже высокие результаты. И также хороший результат у нас по этому предмету был и на выпускном экзамене прошлого года. Ну, это мы сейчас с вами говорили о наших выпускниках, которые уже ушли из школы. А итоговая аттестация ждет и вот выпускников 2017 года. Какие-то из этапов, по-моему, уже осуществлены там сочинения, если я не ошибаюсь? Ну, вот процесс итоговой аттестации, он превращается уже не в сезонный, как раньше добыло, а вот такой вот какой-то перманентный, постоянно текущий. Действительно, уже первые испытания были, это итоговые сочинения писали в декабре, вторая попытка была первого февраля, для тех, кто не сдал в декабре, это итоговое сочинение по допуску как раз к итоговой аттестации. Кроме того, до первого февраля все участники ЕГЭ должны были зарегистрироваться и подать как бы заявление. Вот в этом году у нас 518 выпускников этого года будут сдавать, у нас 48 выпускников прошлых лет и 11 учащихся учреждений среднего профессионального образования, которые намерены получать высшее профессиональное образование, им нужны результаты ЕГЭ. Вот такое количество будут участвовать в государственном экзамене в итоговой аттестации этого года. если говорить о каких-то изменениях, то в 11 классе таких глобальных наверное не предвидится. Меняются правда по некоторым предметам содержания контрольных измерительных материалов самого экзамена. Сейчас тенденция заключается в том, что исключают из экзаменационных материалов задания, которые требуют выбора правильного ответа из ряда данных. То есть идет тенденция включения в материалы контрольные задания, которые предполагают до формирования самостоятельного ответа. До экзаменов хоть вы и говорите они перманентно проявляются все-таки еще далеко. И поэтому предлагаю несколько слов о школьном досуге. Это традиционно февраль, март, это рыцарь года и видновчанка. Это большие масштабные мероприятия, которые проводят управление образования. планируются ли они и если да, то как проходят отборочные этапы. И как наши обычно старшеклассники и выпускники там участвуют, как они совмещают подготовку к ЕГЭ и все-таки такие масштабные постановки театральные делают. Дело в том, что это такие традиционные мероприятия, так любимые старшеклассниками, что они находят и время, и возможности, они смотивированы на участие в этих мероприятиях и совмещают с подготовкой к итоговой аттестации и к подготовке к этим таким масштабным мероприятиям. Конечно, мы их планируем. Отборочный, например, этап нашего конкурса «Рыцарь года» уже состоялся. Уже определены пять финалистов. В этом году пятеро, они четыре человека, как в прошлом году, и определен уже финал, это будет 2 марта во дворце спорта «Видное». Я приглашаю всех, кто следит за нами, за нашими мероприятиями, не только группа поддержки, но и всех желающих прийти во дворец, поболеть и поддержать наших рыцарей. Они действительно все очень яркие, достойные. Можно узнать, какие школы? Это видновская школа номер один, школа номер пять, видновский художественно-технический лицей, школа номер семь и видновская гимназия. Отлично. Поэтому ждем. 2 марта? Да, ждем, болеем. А видновчанка еще пока? Видновчанка у нас как бы на подходе, это следующая наша большая такая задача. Девушки готовятся к отборочному туру, вот, ну а потом уже пойдет и финал. Мы всем желаем удачи, мы очень любим эти конкурсы, часто снимаем полные версии даже происходящего, если кто не сможет прийти, я, конечно, не обещаю сейчас на 100%, но уж в наших новостях точно вы узнаете, кто победит в этих конкурсах и как они проходили. А у нас вопрос телезрителя продолжает поступать, и вот Ольга Викторовна спрашивает у вас, у меня двойняшки, в мае им исполнится три года, и мне необходимо выйти на работу, а место в детском саду обещают только в сентябре, как быть в такой ситуации, можно ли ее решить? Надо посмотреть, конечно, индивидуально, я просто как бы рекомендую, советую подойти на прием, который вот я веду по понедельникам с 14 до 18 часов по предварительной записи, если как бы какие-то есть неудобства, можно подойти просто к 17 часам в понедельник, и мы как бы поговорим, и что за ситуация, потому что действительно по административному регламенту, комплектование, мы комплектуем на начало каждого учебного года, вот, ну, есть разные же ситуации, да, то надо просто поговорить, пообщаться. Да, ну, кстати, в мае может быть немножко проще, чем в середине года, потому что некоторые могут снимать своих детей, вот, отправляясь там на каникулы, уже предшкольные, да, больше возможностей, чем получить место в январе. Ну, речь-то мы ведем о детях трехлетнего возраста, трехлетки, как правило, они ходят как бы до отпуска либо своих родителей, но не факт, что, да, летом их забирают, у нас и летом такая неплохая посещаемость, скажем так. Ну, тоже хорошо, что не так, как в школе отправили всех детей на каникулы, и решайте вопрос, куда ребенка своего пристроить. Лидия Коптева, очень интересный вопрос, в каком законе об образовании написано, что во время больничного ребенка учитель может ставить двойки, пять двоек поставили? Не совсем ясен этот вопрос? Ну, у нас, как бы, закон об образовании он один, да, но вы сами понимаете, как бы, что во время отсутствия ребенка его оценивал кто, и как, и за что. Как предположение, допустим, может быть, какая-то работа, которая была сдана, Ну, это мы можем только предполагать, да, но просто как бы, ну, я тоже, если нам разбираться, надо понимать, да, что за ситуация, что это за школа, ну, такого, если вот как бы, как задан вопрос, ну, не может во время отсутствия. Я думаю, что можно прямо в школе решить, подойти к руководству. К руководству школы, к директору, классному руководителю и решать этот вопрос. Ну, если, конечно, я повторяюсь, не находят какого-то там понимания, возможно, конструктивного решения, то в управлении образования мы ведем прием по понедельникам, можно и в отделе развития общего образования, не обязательно к начальнику управления образования, и по телефону решить эти вопросы, по крайней мере, и обсудить, и понять, что это такое. Валентина Ермакова, правомерно ли, что мой ребенок весь учебный день дежурит в школе, а не на занятиях находится? Вы знаете, мой ребенок мне недавно сказал, что она мечтает, когда им разрешат дежурить. Я не знала, что они весь урок дежурят, но это прям мечта. Там не самых младших классов. На самом деле, конечно, дежурство существует, и такое понятие, и оно, наверное, должно присутствовать в школе, потому что это то, что мы называем, повышение самодисциплины тех же учащихся дежурного класса. Но дежурят, вообще-то, у нас на переменах. А на уроках дети должны быть в классах, выполнять как бы свою образовательную программу. Поэтому такие моменты, они не должны присутствовать. Неправомерно. Если вот задан вопрос, правомерно ли? Неправомерно. Планируется ли выдавать квартиры педагогам? Алла Сергеевна задает вопрос. Планируется. Расскажите, мы с вами перед эфиром уже затруднили эту тему. И там цифры-то, которые действительно впечатляют. Действительно, этот вопрос, он очень важный, социальной поддержки и педагогов, и работников здравоохранения. Они находятся в поле зрения и внимания администрации Ленинского муниципального района, главы Олега Владимировича Хромова. Поэтому с учетом того массового строительства и необходимости привлечения новых кадров эти вопросы, как никогда, наверное, актуальны и остро встают. Но я хочу сказать, что в прошлом году, в 2016, к началу учебного года были распределены на сферу образования пять квартир и восемь учителей смогли улучшить свои условия жилищные. В преддверии 2016 года 20 квартир служебных было предоставлено работникам сферы образования. Я думаю, эти цифры говорят сами о себе. Кроме того, что когда выдаются возможности распределения жилья, улучшают свое условие, учителя, которые проживают в общежитии, там освобождаются места, поэтому все это решается, все это контролируется. Ольга Васильевна, большое спасибо, что пришли на эфир. Я такой маленький итог. Губернатор выступил с программным обращением, сказал, такой слоган у него был, лидерство, это реальность. Вот, судя по всему, Ленинский район занимает хорошие лидирующие позиции, и это реально. А те вопросы, которые даже сегодня прозвучали, некоторые тонкости, какие-то проблемы, они решаемы. Поэтому прошу вас и дальше держать высокую планку, вопросы эти решать. Спасибо, что нашли время. Сегодня вы к нам пришли и ответили на вопрос телезрителей. Прощаемся. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok